Здравствуйте, друзья! С вами тренер Юрий Спасов-Колковский. И сегодня я покажу вам два очень эффективных упражнения для ног и ягодичных мышц, которые можно выполнять как в зале, так и в домашних условиях с одной гирей, либо с одной гантелью. Первое упражнение называется гобрит приседания с гирей или гантелью. Очень популярное, очень известное, имеет свои полезные свойства. И его Борис Иванович Шейкор рекомендовал как методист, как наилучшее упражнение для любителей. Я, к сожалению, не могу согласиться с этим утверждением, что оно для всех наилучшее упражнение. Для некоторых людей действительно оно будет очень эффективно. Для людей, которым нужно развивать квадрицепс, у кого сильные руки или кому не нужно существенно повышать рабочие веса. Основной минус гобрит приседаний заключается в том, что вы удерживаете гирю или гантель вот так. А значит, не каждый человек сможет удержать руками тот рабочий вес, который он может поднять с помощью ног. Возможно, Борис Иванович имел в виду, что это идеальное упражнение для людей, которым и 16 килограмм с головой хватает на целый год тренировок. Да что там, на всю жизнь. Но мой канал ориентирован немножечко на более высокий уровень, на людей, которые хотят уже через 2-3 месяца, начав заниматься, неважно во сколько, в 20, 40, 60 лет, начав заниматься серьезно, можно уже через 3 месяца приседать с весом больше, чем 16 килограмм. А возможно, больше, чем 32 килограмма. Вот Михаил Портоп, ему за 60, он уже приседает с двумя гантелями по 20 килограмм. Ему мало, он хочет покупать уже гантели по 25 килограмм. Понимаете, каковы возможности человека? В любом возрасте мышцы становятся сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому гоблит приседания подходят не всем. Давайте рассмотрим выполнение этого упражнения. Вы берете гирю или гантель двумя руками, себе фиксируете, можно прижать верхнюю часть орудия, можно зафиксировать руками. И ставите ноги на ширине, чуть шире плеч, носки чуть в стороны, делаете глубокий присед, сохраняя спину как можно более прямой. Как это будет выглядеть сбоку? Становимся и удерживая, либо прижимая к груди, как можно более прямая спина и пошел. Как выполнить гантели? Держим гантели вот таким хватом, как кубок и приседаем, держа как кубок. То есть разница не велика, гирю ты держал так, гантелью держишь как кубок. То есть фактически одно и то же упражнение. Так, плюсы упражнения, акцент на квадрицепс. То есть хорошо прорабатывается область передней части бедра, колено, доминантное упражнение. Это же является минусом движения гоблит приседания, потому что у кого болят колени, колено будет выходить вперед и будет травмироваться. То есть им лучше, людям, у которых болят колени, однозначно лучше делать тазодоминантные приседания. И это отличный вариант, это приседания с умо. Но у приседания с умо есть минус. Если вы будете с гирей приседать, руки опущенные вниз, вы будете просто иметь очень короткую амплитуду движения. Вот посмотрите сами. Вот я встал, начинаю делать тазодоминантный присед. И вот это все, что я могу. Если у вас слабая спина или больные колени, то такой полуприсед, это будет даже плюс для вас. Больше будут суставы ваши восстанавливаться, меньше будут травмироваться. То есть делайте просто с гирей с опущенными руками внизу или с гантелей. Но для вполне здорового человека амплитуда покажется слишком короткой, а нагрузка слишком маленькой. Выходом может быть две тумбы или две степ-платформы, или просто два кирпича, на которых вы можете стоять. Наконец, два крепких стула. Основной минус упражнения, если вы возьмете ненадежную опору, могут ноги или разъехаться, или стул может сломаться, и вы можете получить травму. С другой стороны, не становитесь на ненадежную опору, стойте твердо на ногах, и вы никогда не упадете. Потому что в любом упражнении можно получить травму, если оборудование ненадежное или у вас плохая техника. Так что давайте будем разумными и просто надежно станем, не на высокие, не будем становиться на барные стулья или на стеклянные стулья. Две надежные низенькие табуреточки, крепенькие такие, знаете. Или просто можно из дисков сделать две стопки, как это сделал сейчас я, чтобы вам показать. Повторюсь, просто положи два кирпича и стань на них, и амплитуда уже станет больше. Нам нужно хотя бы на 20 сантиметров выше сделать себя. Не на 50 сантиметров, хотя бы на 20-30 сантиметров. И все, ты получаешь уникальное, совершенное тазодоминантное движение с минимальной нагрузкой на колени, с хорошей проработкой квадрицепсов и ягодичных мышц. Поехали! У меня над головой люстра, как короны. Стоишь, лопатки съем, в руках держишь гирю, глубокий присед и встал. Глубокий присед и встал. Таз отводим назад, гиря опускается прямо вниз, колени в сторону. Спина прямая, подбородок приподнят. Вы можете взять рюкзак или сумку, накидать туда кирпичи, бутылки с водой. И вот нужный вес уже готов. Становишься на две табуретки, приседаешь. У меня так приседала девочка, тренировалась по скайпу недавно. И клала себе рюкзак в статую кота, которая весила 10 килограмм. И у нее потом ягодичные мышцы здорово болели после этой статуи кота. Потому что это упражнение, которое делает идеальную женскую фигуру. Можно одним этим упражнением уже добиться похудения без потери ягодичных мышц. Вы спросите, а какое же упражнение вам выбрать? Если у вас колени здоровые, руки сильные, вы можете и одно упражнение выполнять, и второе. Я бы на вашем месте сначала выполнил приседания сумо из ямы, стоя на двух табуретках. Потому что вы сможете поднимать больший вес. Все равно сколько бы вы не могли удерживать здесь, внизу вы сможете удерживать в два раза больше. У меня некоторые клиенты, которые по интернету покупают гири по 32, по 40 и даже по 50 килограмм. Такие гири заказываются домой, штанги заказываются домой. И таким образом внизу можно удерживать большой вес. Можно две гантели по 20 килограмм в каждой руке, например, если вопрос, что не хватает веса. Но двумя гантелями неудобно. В конце движения вы не сможете разогнуть до конца ноги. Поэтому лучше сумку или что-то приспособить, обвязать несколько гантелей, как-то соединить с каким-то поясом, чтобы просто тяжелый груз держать между ног. И таким образом сделать три рабочих подхода, например, по 8 или по 10 повторений до отказа. А затем выполнить еще три подхода гоблин-приседания. Если вы приседаете со штангой сначала на спине, потом на груди, так же и здесь. Сначала внизу гиря, это аналог приседания со штангой на спине, потом на груди. Что опаснее? Приседать со штангой на плечах или с гантелями внизу, или с гирей внизу, или вот с гирей вот так. Что для позвоночника опаснее? Если у вас больной позвоночник, все упражнения стоя с большими весами будут представлять для вас опасность. Тут будет стоять вопрос баланса. Насколько сильно вы хорошо укрепили свой мышечный корсет, что он может защитить ваши болезни позвоночника от этой нагрузки. И насколько хорошая у вас техника. Также, конечно, если у вас спина не совсем здорова или здорова, но вы не хотите, чтобы она заболела, желательно на максимальных весах использовать пояс. Даже в домашних тренировках. Да, даже обычный пояс вы оденете, даже не специальный, даже просто широкий кожаный ремень на талии затянете, уже будет сниматься нагрузка на позвоночник с позвоночника при выполнении максимального веса. Дома тоже можно серьезно тренироваться, тоже можно использовать большие веса. У меня вот дома тут 280 кг штанга, я хочу до нее. Моя цель сделать становую, побить свой личный рекорд, тренируясь в домашних условиях. Поэтому это не шуточки, это серьезные тренировки, такие же, как в зале. Многие дома большего добиваются, чем другие в зале, потому что они пашут. И вы должны пахать по нагрузке на позвоночник, когда руки внизу. Это примерно на 20-30% более безопасно, чем когда штанга на плечах. Потому что рычаг сдвиговой нагрузки снижается, и риск, что будет смещение позвонков, меньше, когда руки внизу. Вот еще один аргумент, в пользу приседаний с умом, стоя на двух табуретках, когда руки внизу. Еще более безопасный вариант. На пояс прицепить гирю и приседать, опять-таки, стоя на двух стульях. Это будет приседание в колодец, это будет вообще безопасно для позвоночника. Даже если у вас больная спина, привязав к поясу гирю, вы вообще будете приседать безопасно. Но об этом я покажу в следующем видео. Если вы напишите комментарий под этим видео, если вы поставите лайк, если подпишитесь на мой канал, то действительно напишите, что хотите посмотреть абсолютно безопасные приседания, вообще без риска получить травму позвоночника, которые можно выполнять любым людям, с любыми травмами, с любыми заболеваниями спины, потому что вес висит у вас на бедрах. Нагрузка на позвоночник не идет. Я покажу такие безопасные приседания в следующем видео. А сейчас напоминаю вам, что я тренирую своих учеников по интернету, подготовил нескольких чемпионов. У меня же есть ученики, которых я тренирую натурально, и они получили результат. И вы получите. Будем слушать аргументы разума. Так что, вся информация по персональным тренировкам в описании к видео. Пока. До новых встреч.